Здравствуйте! Меня зовут Данил Дмитрий и я приветствую вас в Санкт-Петербургской школе телевидения. Сегодня мы поговорим про анимационные кривые. Это универсальный инструмент для ускорения или замедления анимации во многих программах. Рассмотрим же их во флэше. Итак, я создал новый проект и нарисовал в нем ракету. Для того, чтобы работать с анимационными кривыми, мне было необходимо преобразовать эту ракету в символ. Я выделяю ее курсором черным, правой кнопкой щелкаю, преобразуя в символ, который назову ракета. Ракета. Поставлю, что это графика пока. Регистрация в Санкт-Петербурге. Окей. Вот. И запущу ракету по простой какой-нибудь траектории. Ну, допустим, по диагонали. По диагонали. С нижнего левого угла в верхний правый. Так, чтобы она прошла через весь кадр, но изначально в нем не была. Ставлю ракету здесь. И, допустим, какая-то пауза будет, где не будет анимации никакой. И, допустим, к 50-му кадру ракета переместится в ту сторону. По диагонали. Ага. Уйдет за кадр и там останется. Я продлеваю кадр и включаю правой кнопкой анимацию. Ракета пролетает по диагонали. Сейчас нужно проверить, летит ли она ровно. Для этого я включу кальку и просвечу все кадры, которые есть. Да, она летит хорошо, ровно. И как раз это хороший способ отработать ускорение и замедление при помощи анимационных кривых. Я сокращу ее полет. Посмотрим. Ctrl-Enter. Жму. Смотрю, что получается. Ctrl-Enter. Жму. Смотрю, что получается. Ракета пролетает быстро. Значит, нужно замедлить. То есть, растащить ключевые кадры, чтобы добиться необходимого результата. Ctrl-Enter. Снова проверяю. Ага. Пролетает. Скорость нормальная. Лететь-то сейчас она летит. Но недостатки ее сейчас с анимацией легко видны. Будут, если включить кальку. Расстояние между фазами совершенно одинаковое. То есть, ракета двигается совершенно с одинаковой скоростью. Такого не бывает с реальными физическими объектами. Они либо ускоряются, либо замедляются, либо и то, и другое вместе. С одной и той же скоростью очень редко двигаются какие-то объекты. То есть, допустим, поезд, который вышел напрямую и едет с одной скоростью. Но с ракетой другой пример. Ракета должна ускоряться. Ракета должна ускоряться. То есть, сначала ей тяжело от земли отрываться. Потом двигатель включается, и она хорошо улетает. Первый способ, которым можно ракету заставить ускоряться, это щелкнуть по кадру. Выделится содержимое кадра. Заходим в свойства. И поскольку здесь изначально ноль, то есть, нет ни ускорения, ни замедления, можно поставить одно из двух. То есть, либо положительное число, это будет объект замедляться, либо отрицательное число, и объект будет ускоряться. Можно поставить минус сто. Минус сто. И ракета будет ускоряться. Видно, что здесь фаз больше, то есть, скорость ниже, а здесь фаз меньше. То есть, они идут реже, значит, скорость выше. В принципе, ускорение есть. Нажимаем Ctrl-Enter, смотрим, что получилось. Ракета ускоряется. Но в чем недостаток такого способа? В том, что он весьма ограничен. То есть, вот это ускорение, которое здесь есть, минус сто, это максимальное значение. То есть, число ниже минус сто сюда просто не вписать. То есть, минус триста, если вписать, то по-прежнему будет минус сто. То есть, это предел ускорения. Но недостаточно его. То есть, это такое слабо выраженное ускорение. Поэтому хотелось бы проработать это более детально. И для этого я щелкну на кадр и отключу сейчас вообще это ускорение. Поставлю ноль. Но обращу свое внимание на карандаш, который находится рядом. Захожу, щелкаю на карандаш и открывается панель с анимационной кривой. Эта кривая, то есть, принцип ее работы, он достаточно универсален. То есть, во многих программах используется. То есть, если вы поймете, как с ними работать во флеше, то в других программах вы с ней легко разберетесь. Здесь она сейчас присутствует всего одна. И это, по сути, просто график развития скорости во времени. То есть, время это вот как раз те кадры, в которые она летит. То есть, сейчас 25 кадр. 25 кадр, собственно, здесь. И она двигается по 46 кадр. Собственно, он здесь. То есть, это график, а это скорость. Скорость равномерна. По графику сейчас это видно. Если же взять кривое, как с ней можно работать? То есть, у кривой есть ключевые точки. Управляющие точки, вернее. Если щелкнуть, допустим, на нижнюю управляющую точку, мы получим шпильку. То есть, такая шпилька, которую мы сможем двигать вверх-вниз, растягивать вперед-назад. И она отвечает за изгиб кривой. И, допустим, мы сделаем так, что изгиб кривой пойдет вверх. И мы можем теоретически предположить, что ракета пролетит где-то одну треть всего времени. Но скорость у нее уже будет почти что предельная. Почти что предельная скорость будет. То есть, вот одна треть времени. Допустим, вот это все время. И одна треть это где-то здесь. Видите, к одной трети у нее уже 80% скорости будет. Дальше она вырастет всего на 20%. То есть, эта ракета будет замедляться. То есть, сначала она будет двигаться быстро, вот здесь. А здесь она будет замедляться. Чтобы проверить нашу теорию, можно включить анимацию. Жать ОК, проверить. Да, ракета, как видно, летит быстро и замедляется. Ага, но нам нужен не этот эффект. Нам нужен обратный эффект. Для этого мы зайдем обратно. И просто кривую изогнем в обратную сторону. То есть, вниз. И что получится? Мы можем это сразу теоретически представить, как это выглядит. Ракета будет постепенно наращивать скорость. И то есть, ближе к концу она будет иметь, вот где-то вот как раз к одной трети, она всего лишь имеет 20% скорости. Вот здесь. И на остаточном промежутке она резко ускорится. Резко. Ну, здесь прям график такой. Взлет вверх. Сразу видно. Включаем Ctrl-Enter и получаем резкое ускорение ракеты. Если включить кальку, мы увидим, насколько оно резкое. Оно даже чрезмерно резкое. То есть, здесь фаз очень много, а здесь их становится всего меньше и меньше. И здесь мы видим даже большое окно. То есть, это даже слишком быстрое ускорение. То есть, ракета прям вообще как пуля вылетает. Надо, пожалуй, сделать менее выраженным. То есть, просто кривую сделать не такой углубленный вниз. То есть, просто ее немножко выпрямить. Немножко выпрямить. То есть, вот такой будет достаточно, наверное. Ага. Так получше. То есть, так мы можем увидеть, как произошло ускорение. Включаем Ctrl-Enter. И ракета ускоряется. Мало того, что, конечно, мы на кривой установили всего, как бы, одно свойство ускорения. Но мы можем делать и ускорение, и замедление в одной анимации. То есть, я возьму, нажму сброс, и ракета, и все движение сбросится. Оно будет опять равномерно. Ну, сразу видно, что случилось. И что делаю? Допустим, в середине анимации ставлю дополнительную точку. А дополнительные точки можно вставить, да, в неограниченном количестве. И пускай ракета вначале будет ускоряться, то есть, к этому промежутку, а потом будет замедляться. То есть, что мы увидим? Что она здесь, на этой промежутке, ускоряется. Здесь у нее наступает такое затишье, пауза, и она начинает замедляться. Посмотрим, что получилось. Здесь медленно, то есть, фазы идут часто. Здесь медленно, фазы идут часто. Здесь они все больше, чаще-чаще становятся. Чаще-чаще становятся. Здесь фаз мало, а здесь их снова много. То есть, она летит медленно, быстро, медленно. Смотрим, как это выглядит. Медленно стартует и быстро пролетает этот промежуток и притормаживает в ту сторону. Обратно этому действию, конечно, выглядит иначе. То есть, опять заходим в кривую и просто изгибаем кривую в обратную сторону. Тут главное сейчас все это не испортик. Потому что здесь у нее, если будут такие изгибы, то она сначала будет лететь, получается, вверх. Потом откатится назад, потом опять вверх. Ну, можно сейчас проверить, как это будет. То есть, это будет вот такое движение. То есть, тут важно следить за этим. И поэтому в этом случае, чтобы не корежить, проще было нажать сброс на самом деле. Ну, пожалуй, ставлю так. Обратное действие. То есть, ракета летит быстро, притормаживает и улетает дальше. Вот. Таким образом, с кривыми можно делать ускорение замедления в более широких масштабах, нежели записыванием цифры сюда. И оно наглядней. Если разобраться с этим графиком, то есть, как логично его понимать, этот способ гораздо более удобен. И самое важное свойство, то, что он универсален для всех, для большинства, по крайней мере, программ работы с анимацией. Рассмотренные нами анимационные кривые позволят вам достигать необходимых эффектов в вашей анимации. Спасибо. До свидания.